всем привет ну что ж продолжим игру не играл я целых две недели соскучился поскорим очень сильно на эти выходных на поиграю на 5-6 часов и снова на две недели будет перерыв так какие сегодня планы планы сделать какое-нибудь задание из этого небольшого списка хочу под уменьшить список но здесь здесь осколки былой славы вот это одиночное задание время лишения одиночное задание дракон в небе это цепочка в глубинах сортал это тоже цепочка за ней кровь на снегу одиночное здание но очень муторная там можно если неправильно выполнить задание можно посадить невиновного нет не хочу и стражи рассвета это тоже цепочка все так прикинул в перерыве между предыдущей частью что первым заданием я здесь наверно за осколки было слава возьмусь там правда будет побиться с доедра не знаю насколько персонаж теперь в текущей как бы силе их осилит эти доедра ну посмотрим а пока вернусь целить ют и там как раз возьму 45 и надо еще пару уроков взять по красноречию и да в этой части хочу рассказать какие вообще будут планы по заданиям по прохождению то есть что буду делать что не буду в этом в этих хрониках иди своей дорогой ты вмешиваешься в официальные дела так я себе отметил пока на самом деле маркер можно убрать ну пока иду до солью до впрочем можно и рассказать про планы значит я так размышлял какие мне нравятся гильдии вскарими и пришел к выводу что на самом деле никакие гильдии мне не нравится то есть взять там гильдии винтерхолда это маги мне они не нравятся соратники казалось бы войны но мне не нравится то что их связали с этими оборотнями а я оборотнем не хочу становиться потом всякие гильдии воров мне тоже не нравится гильдии этих убийц тоже не нравится выбирать допустим сторону братьев буря или имперских этих солдатов тоже ни та ни другая сторона мне не нравится и в общем то что остается остается там только коллеги бардов и собственно и все ну и мне коллеги бардов тоже как-то на так но я кстати пройду потому что я обнаружил что у нас на сайте она нет до конца прохождение за коллеги бардов как минимум надо будет пройти и прохождение добавить вот и получается что остается остается основное задание sky римовская основное дальше основной сюжет к дополнение драгон даунгварда тоже пройду за вампиров и потом драгон борна тоже пройдусь то есть получается основной приоритет это вот основные сюжетные задания как бы с карима и двух дополнений а все остальное буду делать так постольку постольку поскольку если будет желание я панта я даю мастер-кай прокручу до ночи в целом на сказать что задание как бы это я не считаю скайрим сильную сильную сторону это вот его задание мне задание здесь не особо интересно поэтому у меня как раз всегда тянуло сделать такие условия игры чтобы самая простая игра уже было заданием не пойму то был то был вечер что ли мои что ж я именно тот кто сможет тебя научить так футу блин мне еще урон не взят чуть-чуть совсем до уровня осталось что-то я уже посчитал что я его взял надо сейчас будет зайти и пару деле буквально сделать качать алхимию и там уже уровень будет и да по поводу основного задания я так прикинул что сильно качаться я там не буду где-нибудь на 50 уровне уже начну его проходить бои можно там где-нибудь до 75 например прокачаться все зачаровать все как надо и только потом проходят проходить основной сюжет но будет подозреваю что будет простого тенька таких боях городе самое сложное это не задеть кого-нибудь из жителей если ты ищешь как бы заработать значит тебе нужен открыто интересно обычно ночью они закрыты какой-то ночной режим так бесовский гриб собачий корень если у меня собачий корень нету обменяю нету ну и вот он уровень значит возьму я ветку пора браться за ветку этого путешественника то я пока вообще не качал потому что мне очень нужен вот этот перг травник до которого осталось здесь буквально 5 5 пунктов прокачать путешественника и уже можно взять 1 и 2 собирать или травник кстати говоря сколько у нас здоровья еще пока 500 нет 497 кстати что у вас с этим можно здесь что подождать до утра тянет если подожду до утра потом снова этого надо будет ловить учителя красноречия говорят стража сейчас возьму два урока и у меня будет 89 красноречия принципе на этом и все там максимум он до 90 учит оставшиеся там один я уже докачаю как не своими руками с красноречия можно сказать все закончено эпопея сейчас подожду до утра поторгую с торговцами и пойду выполнять задание осколки былой славы надо будет не забыть зелий набрать по максимуму я очень давно не играл с карим именно за задание не брался поэтому все задания буду проходить как первый раз надо взять амулет на торговлю заходи кажется 3 клинки и шлемы практически все необходимые амулет на торговлю прохло береги себя и всегда носи доспеть что у меня с весом здесь же наверное выкину наверное перчатки здесь же у нее буду выкидывать наверно слитки потому как нибудь соберу когда они здесь накопится пройдусь соберу еще по крафчу кузнечку а пока пускай лежит рад тебя видеть лук и стрелы для умелого охотника может еще увидимся можно наверное уже скупать все абсолютно камни которые есть у этих торговцев не мелочиться потому что нужно будет много потом очень много и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорожку Остановление здоровья нужно много Дорожку Субтитры сделал DimaTorzok Дорожку 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 до сих пор хожу без каких-либо перчаток с голыми руками уже 45 уровень я думаю нормально и 11 только где-нибудь к 80 ему Ну тут и вода темная, ничего не видно. Надо почаще сохраняться, а то меня в той части выкинуло в первый раз. Весьма неприятно, когда играешь долго и тебя выкидывает, и все надо по новой проходить. Сколько у меня, кстати, зелий, 17, 27, сопротивление огню, холоду, электричество есть, в принципе, прожу. Так, застрял тут на ровном месте. Сколько набежало? Четыре штуки. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 первым делом их надо как-то разделить так как насчет еда какого нибудь так лан соберусь надо вначале их разделить от любви нас тремя очень неудобно лица а а а а а а а а Играет музыка. 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 В этот раз окончательно. Остался один маг, трупа обобрать, только не потеряю. Да, всего-то три бандита, два бандита и один маг. Ставлю геморройл. Дохленький пока персонаж, все-таки весьма дохленький. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... За все время игры в Скориме только один раз походил задание... Осколки были славы... И совершенно уже не помню, насколько они сильны... Я в принципе не хочу задание выполнить... Не просто так делить... Это ёлки в палке... Убивает... Там ещё кто-то подстреливает... Не знаю на самом деле... Стоит ли мне идти... Выполнять задание... Я тут ещё... С обычными-то врагами... Туго справляюсь... Туго справляюсь... Туго... Так... 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 Кстати говоря... Надо сменить амулет... Пока на меня ничего не повесили... я покажу тебе настоять готов муродер может быть опасный я не снимаю даже силовой атаке зелья слетели закончились на горячей клавиши надо поставить новые так еще один пока тяжко дается и у меня урон сейчас сколько у меня урона меньше сотни да конечно это еще очень мало надо хотя бы 200 250 сделать то я могу паралич заюзать на какой-то мародера и банального там за 15-17 секунд даже не убью пока он будет лежать ну что ж задание возьму наверно начну потихоньку делать там посмотрим как пойдет осмотрись не стесняйся возвращайся ко мне когда захочешь обсудить условия работы что я тебе предложил сразу сходу в дело в этом зале и снаружи были найдены в схронах где члены секты мифического рассвета встречали сердцу книга комментариев к мистериуму заркса написано главой ордена мифического рассвета небольшой музей он обещал что все его последователи попадут в рай после смерти и затем возродятся рядом с мироносом догоном это было почти 150 лет назад но потомки тех воинов все еще хранятся обломки кинжала у себя ага здорово я живу здесь в скайриме двое из хранителей обломков гунзул и дроскуа опасные вот держи мои записи о них если добудешь части кинжала я хорошо заплачу и лишних вопросов задавать не стану если что я не скрываю что мои предки были членами мифического рассвета одного из моих праотцев даже избрали для убийств мы годами прятались от своего прошлого стали торговцы но я понял что влиятельный тут живет какой-то халуги в деревне влиятельный парень я хочу чтобы все в том реле вспомнили что в какой-то момент мы держали в своих руках судьбу мира к добру и к худу и вот ты здесь что ж надеюсь музей тебе понравился они поклонялись миру несутагону даэдрическому лорду разрушили поклонники даэдры короче много понтов седьмого и его наследник последователи дегра обыкновенные так ладно бритва бритва это личный артефакт у нее было много имен мифический рассвет поклонялся дагону как божеству его бритва так куда он меня тут направит маркер я пока не хочу идти а больше больше никуда еще сюда и еще третий лист должен где-то морфл сюда ближе всего закрытая алхимическая лавка что плохо у них с дисциплиной рабочее время они уже закрыты и ступки и пестики торгуют нет даже и не спрашивай Как миф? Чем больше денег, тем больше ин... А, так значит, ты алхимик? Дай знать, если подхватишь хлебонь. Заглянули, что ли, в шахту местную? Может быть, она остановилась? Так, как минимум, переплавлю руду, которую мы накопились. Я не хочу заходить, блин, время тратить. Нужную руду я всегда могу купить у торговцев. Так. кто-то он забегал буду буду мушку почистить как раз обычные какой-то он забегал в этой встрече я не могу я могу я могу другого он я не могу Побить что-ли немножко грабителей как ты их не немножко повылазил он много один готов ты тут еще арбалетчик до свидания свободен еще одна все остался еще два осталось с этим даже попроще чем с теми тремя было серебряный с теми таро Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Подзачистил немножко территорию. Теперь продолжу путь. Куда надо. Девушки отдыхают. Вообще, конечно, очень хочется по полозе где-нибудь под веймерским руинам. Но это я еще на потом оставлю. Что, Полин, за черные пещеры? Ну вот эти пещеры, большие, красивые, треймерские. Красивые, мне помнится только этот, как он, предел там, не помню. Да, вот, точно. Скучал химических ингредиентов, редких. Ох, химик. Не смотришь, пусть там на солнце. Игорь, как резко потемнело. Игорь, как резко потемнело. Так, что же делать сейчас будет? От все, чего я хочу, это ни малейшего понятия, не имею, о чем ты. Как ты и поверил. Я о нем слыхал. Мой отец подозревал, будто он связан с мифическим... Моя семья восемь поколений убила на то, чтобы уберечь бритву от вымершего культа. Как по мне, так пусть рукояти дальше хранится под замком. Так, купить... Ну, в принципе, стоит копейки. Можно убедить, у меня красноречие прокачано. Давайте попробуем. Простое убеждение. Тебе нужна эта рукоять? Как оказывается, все просто. Тебе она не нужна. Так. Ищешь работенку? Хватай опоры и нарубим. Красноречие, сила. Вот что я скажу. Так, теперь ее можно отнести, а можно пойти следом. Кстати, что с маркером? Эй, что там? Посторожную скалу. Или сюда. Крепость. Крепость это очень круто. Не факт, что я смогу зачистить крепость. В любом случае куда-нибудь идти надо. Вайтран. Или отнести ему рукоять. Ой. А ладно, поставлю маркер сюда. Просто погуляю, как минимум. Так, а где есть у этого многообразия мой маркер? Блин, хрен поймешь. Он же должен выделяться цветом, но он нифига не выделяется. В общем, мне вниз. Морфл, раньше был диким местом. С Йоргеном очень много работ. О, заходи. Покупателей у меня немного. Чудно. Думаю, ты не пожалел. Вот, спасибо. Мне это очень пригодит. Погляди. Удивительно, конечно, вот этот мужик позабавил ситуацию. Восемь веков там его предки хранили эту рукоять. А он так раз обычным убеждением хренак и отдал. Как-то подвел предков. Не сильно он хранил. Не сильно дорожил этой штуковиной. Не сильно дорожил этой штуковиной. Угу. 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 Так, поставлю-ка я, блин, маркера не поставить. Хотя я знаю, что сделать. Да. Просто отключить маркеры на задание. Сразу стало попроще. Как-то куча маркеров. Хрен разберешься, куда бежать. Кстати, вот что интересно, у меня сколько выполненных заданий. раз, два, три, шесть штук. Не густо. Что там со временем? О, уже, кстати говоря, и пора. Пора эту часть заканчивать. И я сразу следом следующую часть начну. Так. На этой части всем пока. До следующей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова